Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из Википедии и интернета. Сатурн. Сатурн – древний итальйский бог земледелия. Позже Сатурна стали отождествлять с Кроносом, который по мифическому сюжету пожирал своих детей и считать мужем Реи и отцом Юпитера. Храм Сатурна в Риме был освящен в 497 году до н.э. и получил статус национального достояния. Девять колонн, оставшихся от этого храма, можно и сегодня увидеть на форуме. Празднества Сатурна в Сатурнале проводились ежегодно 17 декабря. В этот и последующие 5-7 дней отпускали на свободу рабов, обмеливались подарками, жгли свечи и выбирали королеву Бала. С именем Сатурна было связано представление о Золотом Веке, когда народ жил в изобилии и вечном мире, не знал рабства, сословных неравенств и собственностей. В его время жизнь была изобильна, все было общим. Когда Сатурн, подобно другим добрым царям и благодетелям человечества в римской мифологии, исчез, с ним исчез и чудный век, оставив о себе лишь воспоминания. В 4 веке н.э. Сатурналии были приурочены к празднованиям Рождества и Нового Года. У римских поэтов эпоха правления Сатурна обычно отождествляется с Золотым Веком. Из Википедии символ Сатурна был серп, знак земледелия. Сатурн встречается в литературе, например, у Салтыкова Щедрина. «Непроницаемая тьма свинцовым полгом ощетинилась и отяжелела над этими хижинами. И в этой тьме безраздельно царствует старый Сатурн, заживо поедающий детей своих». Так писал Салтыков Щедрин. Ну вот так вкратце о Сатурне. Сатурне – древнем итальянском боге земледелия. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»